друзья всех приветствую с вами педром рауфи и ежедневный обзор рынка обзор рынка форекса криптовалюта и также фондового рынка сша сегодня сегодняшнем обзоре мы хотим посмотреть кто же и какие факторы же на самом деле сейчас тянут вниз фондовый рынок сша посмотрим на некую корреляцию фондового рынка сша долларом сша и китайским фондовым рынком тоже как мы видим на фондовом рынке сша идут коррекции и причем уже относительно давно то есть приблизительно с 12 августа застой движения есть и нельзя это назвать консолидации это просто совершенно неопределенность рынка который мы сейчас видим сегодня продолжается то есть нельзя это движение назвать консолидация либо же даже коррекция причем потому что но это на самом деле расширяющаяся формация расширяющаяся формация происходит когда тогда когда на рынке полная неопределенность есть такие факторы которые недавно появились некоторые факторы которые давно появились и влияют на рынке мы знаем о том что релизы по инфляции инфляционные релизы сша недавно получили получаются разочаровывающими то есть не идут на повышение они идут на понижение имеется ввиду что интерес потребителя и так далее это все идет на снижение несмотря на то что ну как бы поддержка экономики была неплохой опять же это снижение не является сильным сравнение с тем трендом повышение инфляции который в целом существует во всем мире конечно некоторых сторонах как китай этот тренд остановили еще полгода назад но этот фактор по сей день влияет на рынке есть фактор который тоже влияет на рынке недавно и этот фактор является заявлением фрс сша федрезерва сша о том что возможно повышение процентной ставки или же запуск покупки акции то есть программа покупки активов и облигаций могут начинаться может начинаться не к октябрю как обычно как как обещали а к сентябрю но опять же по этому поводу уже недавно появились некоторые совсем противоречивые заявления которые мы сегодня кстати будем тоже говорит сегодня вчера ночью они появились в общем на в новостном фоне и не забываем о том что дельта вариант штамм дельта вируса ковид тоже распространяется и это распространение это распространение как мы видим на графике всемирного распространения вируса ковид снова приближается к тем максимумам которые были при недавних всплесков инфекции ковида и это тоже очень сильно пугает рынки сейчас один из важнейших факторов который тоже влияет на рынке к этому еще и перебавилась ситуация которая в афганистане и то что вы власть пришли после ухода американских сил власть пришли группировка талибан и которые по факту сейчас пока еще обещают что все будет дальнейшем мирно продвигаться они допускают женщин к организационным постам они позволяют женщин иметь свободу слова и так далее но как все это в дальнейшем будет продвигаться опять же мы все понимаем что эти группировки они довольно коварны и сам факт страха который сейчас на фондовый рынок сша существует и связан с этим неопределенности геополитики она не так связана с авганистаном как может быть связано в дальнейшем с китаем то есть по факту уход сил при правлении демократов с среднего востока это может очень классно подразумевать тот факт что эти силы будут концентрироваться где-то в восточной европе либо же скорее всего где-то рядом с китаем имеется ввиду китайской море и поэтому этот фактор все равно остается это фактор эскаляции геополитики сша который идет напрямую именно против китая она может искать скаляться можно развиваться сейчас эти факторы начали очень сильно подавить и влиять на фондовый рынок сша создается определенную очень сильная неопределенность и мы видим что смп 500 вышла из восходящего канала вроде бы пытается снова укрепляться над некой над неким зеркальной некой зеркальной отметки которые здесь 4400 долларов но насколько это будет успешно зависит дальнейших действий фрс сша возвращаемся окно в основу фону смотрите в целом объясняется что смп 500 может еще корректироваться на десять процентов это связано с и с скорее всего повышением процента став который будет преждевременно который будет в сентябре месяца это будет связано с тем что страх о том что будут налогообложения на монополистов рынка то есть айти сектора высоких технологий тоже еще никуда не исчезла это страх существует по сей день и и конечно же вопросы которые касаются неопределенностью политики сша который сейчас существует по отношению китая и по отношению в целом всего что происходит в среднем востоке и она может в целом ухудшать ситуацию который может привести к дестабилизации холодной войны ближнего востока холодная война ближнего ближнего востока это очень горячий тема последние 8 лет она продолжается последними 8 лет если не в курсе этого и есть ли из-за ограничений которые вам дают из семи ваших стран вы не знаете об этом обязательно об этом извините холодная война ближнего востока 8 лет продолжается и там есть определенные факторы. Эскаляция данного конфликта с переходом демократов может идти на ухудшение, то есть может ухудшаться еще больше. Есть к этому причины определенные. По поводу политики ФРС, по поводу того, что же недавно изменилось в речитативе, именно в заявлениях ФРС США. Джером Павел снова начинает говорить о том, что мы не знаем штамм дельта как будет развиваться, мы не знаем насколько логично повышать проценты ставки сейчас прямо очень быстро. И конечно же очень известное лицо ФРС господин Кашкари тоже упоминает, что будет более логично, будет более ответственно, если мы повысим ставки в конце этого года, то есть не в сентябре или же в начале следующего года. То есть опять они начинают переобуваться. И как ни странно, зачастую эти вещи происходят с целью того, чтобы регулировать рынками. То есть когда сильное движение происходит на фондовом рынке, на рынке Форекса, то есть относительно доллара США, ФРС всегда начинает немножко переобуваться и отойти от основного тренда, который он сам даже задал по поводу повышения процентной ставки. Поэтому сейчас в данном случае по тренду, если мыслить, вероятнее всего фондовый рынок США может пойти снова вернуться в фазу, в восходящую фазу. Почему? Потому что по факту нисходящий импульс был очень сильным. Он протестировал довольно хорошие поддержки, довольно такие зеркальные отметки или же просто эту грань, которая отдаляет нас от, то есть 4400 долларов, которая отдаляет нас от снижение и приведет к дальнейшему росту. То есть с технической точки зрения. И еще один момент, который может к этому тоже добавить обороты, то что политика Китая по отношению ко своим монополистам, ко своему фондовому рынку ухудшается. И заявление президента о том, что нужно налоги повысить на богатство и на хай-тек с целью того, чтобы просто сбалансировать экономику. Это ход социалистический, коммунистический. Это ход политики США тоже, особенно когда приходят на власть демократы, зачастую это социалистический оттенок проявляется еще больше. Почему? Потому что мы знаем, что демократы по факту приходят, чтобы защищать интерес социума якобы и забрать как можно больше у олигархов, как можно больше у нефтяников, как можно больше ударить по фондовому рынку. В итоге так получается. То, что история показывает. И это приводит зачастую к дестабилизации в том плане, что валюта страны начинает очень сильно обесцениваться. Календарь сегодняшний экономический, он очень сильно богат. Обращаю внимание на индекс потребительских цен Европы, который выходит через 14 минут, но когда это видео выйдет, скорее всего этот релиз уже вышел. Позитивный относительно сценарий укрепления евро в ближайшее время, которое уже учтено на графике евро и USD, чувствуется. Его видно, совпадает этот сценарий с сценарий дальнейшего укрепления фондового рынка США в краткосроке. И скорее всего отражается это и на фунт-доллар тоже. Как мы видим, нижняя граница нисходящего канала протестировалась. Тут есть якобы неудавшийся размах под паттерн разворота, которого тоже можно особо не отрицать. Довольно хорошая тень, довольно хорошее подтверждение ложного пробоя. Посмотрим чуть-чуть исторически. Если да, тут история. Поэтому по поводу евро, по поводу фунта, скорее всего разворот. И это разворот, о котором мы говорили еще вчера. Разворот, который по факту сегодня, наверное, уже начался. И об этом мы в вчерашнем обзоре говорили. Вернемся, продолжаем анализировать экономический календарь. Дальше нас ждет данные по разрушению строительства США, которые тоже позитивны. Канада, индекс потребительских цен нету прогнозов. И самое важное, по нефти дефицит запасов увеличивается. Это хорошо для цены. Это может быть хорошо для цены. Сценарием короткосрочного роста фондового рынка совпадает. В ближайшее время смотрим на график нефти. Вчера отбивалось от дна. Довольно есть такое подтверждение этого пробоя. Но есть ли тут уровень? К сожалению, я его не вижу. Относительно его видно здесь. Он такой зеркальный. И он очень в краткое время протестировалось. Но единственное, что эта отметка 64, она раньше по истории не давала дальше цене подниматься довольно долгое время. Можно ли от этого отталкиваться? Можно ли ставить сейчас на дальнейший рост черного золота в ближайшее время? Наверное, все-таки да. Но нужно смотреть, что будет дальше. Я думаю, что если мы еще тут подождем, получим хотя бы нисходящий импульс. И следующее подтверждение хотя бы над 64, большие тени бычьих свечей снизу, то это будет хорошо. Это можно после него уже более уверенно войти в лонг. В краткосроке, в средние сроки. Вернемся, посмотрим, что там по календарю нас ожидает еще. И ночью заседание ФРС США, где, скорее всего, они, наверное, будут сказать или говорить о том, что ребятами опять в течение этой недели снова решили переобуться. И давайте, наверное, по поводу повышения процента ставки не будем сильно говорить, а больше будем говорить о том, что, скорее всего, дельта-вариант в распространении ковида штамма дельта, оно угрожает рынкам и так далее. Смотрите, вкратце, чтобы было понятно, еще покажу вам фондовые индексы китайского рынка. Они под давлением не похожи на то, что они отбиваются или же хотят идти на рост. Тут просто уровней особо сильных нет, они исторические, смотрите. Отметки, от которых отбился Shenzhen Composite, китайский фондовый индекс, он исторический, он хороший, но цена может снова вернуться к нему. Ампилитуда не очень сильно выраженная, я думаю, что цена может вернуться к нему. И, скорее всего, тоже застой в ближайшее время можно наблюдать. Этот застой может помочь фондовому рынку США, чтобы еще немножко расти в краткосроке, скорее всего. Но это может очень плохо повлиять на доллар в ближайшее время. И с помощью этого мы можем рассчитать на дальнейший рост евро, фунта, австралица и новозеландца в ближайшее время. Индекс доллара показывает на то, что продолжение роста, оно может продолжаться. Тут есть довольно такая хорошая фигура продолжения. Или же можно его назвать флагом, или же нисходящим клином на вершине. Если этот клиент был восходящим, это был сразу сигнал разворота. Но в данном случае я не могу сказать, что это сигнал разворота. Больше видно на дневном графике доллара США, что происходит поджатие к максимуму. Поэтому по поводу доллара все еще восходящий импульс, вероятность его, чтобы он произошел, есть. Поэтому, ребята, если вы торгуете евро фунтом австралицам и новозеландцам, ожидаете нисходящего импульса, по итогам совершения следующего нисходящего импульса, скорее всего, можно будет увереннее зайти в лонг в этих четырех активов. Форекс пар, то есть евро. Как мы видим, тут, конечно, нарисовал голову и плечи, которая, возможно, уже прошла свою цель. У нее цель является с головы до плеч, до дни плечи. И вот эта цель уже пробита. То есть мы ждем, скорее всего, дальнейшей расширяющейся формации, продолжения расширяющейся формации по евро, по фунту. Я думаю, что это не самое лучшее время зайти в рынок в ближайшее время. По фунту тоже расширяющаяся формация есть, намеки на него есть. Лучше все-таки дождаться восходящего импульса доллара. Если оно произойдет, можно будет зайти в лонг в будущем. После того, как восходящий импульс доллара завершится, можно будет с помощью вот этого застоя движения, которое будет на индексе доллара в вершине рынка, можно будет тут в короткосроке ланге открывать. И напоминаю, что, ребята, это все не рекомендация. Это просто мое мнение о дальнейшем ценового движения. Австралий и Новой Зеландец под давлением китайской экономики. Китайская экономика охлаждается. Австралий и Новой Зеландец могут сильнее, чем евро и фунт падать в будущем. Поэтому, несмотря на эту красивую свечу, которая здесь указывает на то, что дальнейший рост нас ожидает, этот дальнейший рост может быть очень сильно умеренным и по Австралийцу, и по Новой Зеландцу. Поэтому я бы, скорее всего, дождался еще одного подтверждения локальных минимумов во всех этих четырех активах. Золото продолжает свой рост. Продолжает свой рост на фоне того, что страх на рынке продолжается. Дельта продолжает свое распространение. Штамм Дельта. И об этом ФРС недавно опять заявил. То есть, поджать к максимумам 1800 долларов – это очень важная отметка. Возможно, здесь произойдет импульсивный ретест. Импульсивным ретестом можно воспользоваться и, скорее всего, травы. 1800 может даже не прорваться. И импульсивного ретеста в случае, если в ближайшее время пару часиков не будет, то это признак того, что цена хочет развернуться от 1800. Скорее всего, 1800 – очень классная отметка. Она зеркальная. Обращайте внимание, она может импульсивно не протестироваться. И, исходя из этого, можно как раз ставить больше на импульсивный рост доллара. И ставить на то, что, скорее всего, золото может развернуться. Поэтому в ближайшее время и золото, и серебро, исходя из того, что серебро вот этого сопротивления даже еще не пробивало, то можно ставить на их снижение. Но, опять же, имейте в виду, что мы на грани. То есть, и золото, и серебро – они на грани ретеста с сопротивлением. Если импульса здесь не будет, то, скорее всего, и поджатие к максимумам. Если не будет, то, скорее всего, можно будет ставить на коррекцию этих двух активов, защитных активов. Причем потому, что ФРС остановится сегодняшней, вчерашней ночью заявление ФРС, они голубинные. Поэтому короткосрок по поводу золота, по поводу серебра я не могу говорить, что рост будет продолжаться в короткосроке, как минимум. Скорее всего, будет какая-то маленькая коррекция. Конечно же, это повлияет на USDCHF, на EURCHF и на USDJPY. То есть, на USDJPY, на EURCHF и USDJPY. Тут нет поджатий к максимуму. Тут, скорее всего, нас ожидает разворот. Но в случае, если золото будет расти, этот разворот будет продолжаться хотя бы до середины этого канала. Если золото не будет расти, этого снижения не будет, скорее всего, цена будет тут дальше колебаться. По поводу USDJPY. По поводу USDJPY, тут тоже консолидация продолжается. Можно ли это назвать накоплением энергии? Смотрите, для EURCHF цена, если даже и накапливает энергию, то накапливает его ниже минимума. Тут на повышение ставить очень опасно. По поводу USDJPY, тут ситуация немножко лучше смотрится. В случае, если мы хотим даже зайти в покупки, то лучше дождаться ретеста вот этого диапазона, который вблизи вроде бы есть. Есть уровень, есть отметка 0.91.20. Нефть и то, как мы к нему относимся, и то, как сегодня, возможно, позитивные релизы повлияют на его цену, скорее всего, можно ставить на его повышение. Но лучше дождаться подтверждения 66. Цена может еще раз его не ретеста, но цена может уже начинать пойти вверх. И, конечно же, грань этого повышения, грань этого роста 68, 68, 80. Лучше взять 60. 68, 60, 68. В случае, если амплитуда будет расти, то, конечно же, эти отметки могут протестироваться. Вероятность того, что цена после ретеста 68 развернется, тоже есть, тоже присутствует, тоже существует. Но в ближайшее время все-таки, исходя из того, что доллар может сделать какой-либо восходящий импульс, или же просто не снижаться дальше, то по поводу продажи нефти, к сожалению, не могу ничего сказать, не могу никак это оправдать. Но импульсивного снижения, тут есть потенциал для импульсивного снижения нефти. Неопределенность очень сильная. Как я еще раз упомянул, новостной фон смешанный до горла. То есть USD-канадец выше сопротивления, которого оно пробило, и это сопротивление является довольно-таки историческим. И ставить на понижение USD-канадец я, к сожалению, не могу, хотя и приближение 50-дневной, скользящей средней к 200-дневной, может быть, признаком того, что цена может развернуться. Тут есть расширяющаяся формация, во время которого тоже торговать нельзя. Расширяющаяся формация сейчас почти и в долгосрочных графиках, и на среднесрочных графиках, и на краткосрочных графиках. Расширяющаяся формация – это признак полной неопределенности на рынках. Во время расширяющейся формации нельзя торговать. Когда она заканчивается – можно. А расширившая информация на дне или же на вершине является признаком разворота в рамках того таймфрейма, в рамках того канала, который мы видим, согласно масштабу того графика и по амплитюде движения того инструмента. Имейте в виду все это. Биткоин и эфир, друзья, сегодня будут о нем обзоры. Я его буду разбирать сегодня на канале Картель, если что, присоединяйтесь. Спасибо, что посмотрели этот эфир. Обязательно, если будут вопросы, друзья, пишите. Надеюсь, что он вам понравился. Не забудьте, если не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь, лайкайте, если вам нравится видео. Там есть еще уйма других, более интересных видео, которые вы тоже можете посмотреть. Не забудьте, у нас есть разные акции, на которых вы можете тоже подписаться. И эти акции уже почти заканчиваются, временно их запись. То есть, как вы сможете подписаться, не сможете, уже нужно посмотреть по возможности. Очень интересная акция с очень интересными призами. Не забудьте об этом, информация вся есть на главном нашем сайте. Спасибо, что посмотрели. До следующего обзора. Всем хороших торговли. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok